Итак, всех приветствую! С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. И здесь у нас сейчас это, ивент Меч Демона, или как-то так он называется. Ну и в общем-то прикол этого ивента в чём? Прикол его в том, что мы идём, во-первых, я уже забрал вот, награда за быстрое прохождение, или же обычную награду, если вы не среди первых чуваков. Значит, а что, я даже в десятку не попал? Ну, короче, вот такие вот дела. Здесь можно фармить, то есть это демонический меч, или как-то так называется штука. Ну, в общем-то, теперь дальше что? Дальше мы, нам, убивая вот этих вот мобов крутых, крутых, больших, и мощных, и, короче, вот таких вот. Ну, мы можем их убивать, как вы видите, очень легко. Так, и лучше всего фармить вот этих вот королей, ада, или как они там называются. Почему так? Да потому что они слабые, и при этом дают нам, ну, то есть, чем дальше вглубь, здесь много этажей. Для того, чтобы попасть на новый этаж, так, 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 для того, чтобы попасть на новый этаж, нужно, это, вот такие вот свитки получить. Необходимый материал для перехода на следующий этаж меча ада, то есть меча ада такая штука у нас есть. И вот для того, чтобы переходить на новые этажи в ней, нам кое-что нужно. А именно, так же, как вы видите, этот мамон, он, по-моему, два или три раза вызывается. Ну, и, в принципе, любой босс вызывается здесь два или три раза за, собственно, сам ивент. Я не знаю, будет ли это гайд, или же это будет просто ролик. Ну, я так или иначе, надеюсь, в названии напишу, что это, типа, про меч ада, про все дела. Ну, в общем-то, у нас особо нету времени, наверное, на всю эту хрень. У меня, на самом-то деле, вот, вы занимайтесь, поставили на авто и просто себе ждете, пока перс, то есть вот эти вот чуваки короля ада, они респавнятся, и перс их постоянно убивает. И таким образом мы фармим вот эти вот свитки, свитки меча ада. То есть, когда вы нафармили достаточное количество свитков, я не знаю, сколько здесь этажей, но, в общем-то, теперь, вот, как вы видите, мы перенеслись на новую карту. Кстати, здесь вот так вот можно еще ориентироваться по вот этой вот карте. Ну, не по карте мира, потому что это вне карты мира. И, в общем-то, собираем теперь вот здесь вот сундук. И вот на каждом этаже можно вот такую вот хрень сделать. Значит, здесь вот видите, больше осталось вот этих вот красных роз или что это? Это что еще? Так, что-то там купоны мне выпали. Ну, и теперь мы можем выйти отсюда нафиг. Это, кстати, очень удобно. Очень-очень удобно. Не забывайте, что вы можете выйти, потому что я думал, как мне выйти из этого меча ада? Как мне выйти, сука, из этого меча ада? А потом догадался. Чтобы попасть назад, вот здесь вот, как вы видите, есть вот такая вот кнопочка. И возвращаемся. Естественно, мы возвращаемся на первый этаж. То же самое, если мы погибаем на каком-то из этажей меча ада, то мы возвращаемся на этаж более к поверхности. Ну, вы поняли. Ниже или как-то так это называется. Такие вот дела. Значит, иду-ка я сюда. Вот. Вот здесь вот я буду фармить. Значит. До того, как мамон появится. Ну, вот вроде бы и все так. Стоим здесь. Ну, и я вернусь, когда, в общем-то, мамон воскреснет, чтобы его опять убить. И посмотрим, сколько я нафармливал вот этих вот проходок меча ада, или как они называются. Вот видите, опять лорд смерти заспаунился. Мы его убиваем и получаем ништяков себе. Ну, правда, желательно жить там, где много этих лордов смерти, а не один всего лишь. Но это еще нужно найти такое место. Я, кстати, не знаю, а вот так вот. Так. Так. Слушайте! О-о-о! О, господи! В Google Chrome это легко все решается. Слушайте! Вот теперь ничего не мешает. Офигеть! А я не знал об этом. Правда, теперь будет, наверное, немного больше лагать. А-а-а! Круть! То есть я теперь могу спокойно бегать. Круто, как в Диабле! Я как в Диабле могу бегать. Теперь все такое маленькое. Круто. Стал вот сюда вот и фигач. Да, в Google Chrome. Вот знаете, здесь, короче... Ну, как вам показать? То есть, ну, вы поняли, масштаб. Тут сбоку у меня такая три точечки. И масштаб ставим. Вот такой вот, в общем-то, я красавчик. Ну, правда, теперь здесь вот плохо видно, сколько осталось времени. Ух, как это замечательно. Ох, я обожаю это. Эй, что ты убиваешь? Непонятно кого. Вот это вот хрена убивай. Дура. Дура-дура. Дура-дура. Ставим на автобой и фармим. Так, обратный отсчет до чего? А, события. Информация о событии. ПК-режим. А, да что-то там. У вас есть шанс получить пропуски какие-то, короче. Тут уже кто-то пытается моего спиздить, короля ада. Кыш отсюда. Говнюки. Он мой. Они так расположены, что я, короче, не могу их одновременно убивать. То есть, мне нужно или вручную их фигачить, а нет. И она на автобой сама пошла его убивать. Это хорошо. Ну, да ладно. В общем-то, вы поняли. Вы поняли? Сейчас прервусь и вернусь, когда, в общем-то, заново все воскреснет. И мамон будет. Или как он там. На втором, на каждом этаже есть свой босс. То есть, на втором этаже есть свой босс. На третьем этаже свой. Но, как бы, дело в том, что со второго, по-моему, этажа включается ПВП-режим. И, то есть, если вы будете на втором этаже там воевать, пытаться с боссом, то там будут воевать с боссом какие-нибудь донатеры. Которые, скорее всего, придут и вас убьют. Заодно. Чтобы вы не мешали им убивать босса. Ну, логично же ж. Это все крайне логично. Ну, а на этом я с вами, пожалуй, попрощаюсь. Вот так. Вообще видно? Да, видно. Все. Блин, реально. Тут становятся мелкими вот эти вот все менюшки. Но, с другой стороны, так удобнее играть. То есть, тут очень спорная ситуация. Значит, что еще тут? Видите, тут даже вот билеты падают. То есть, во время фарма здесь мы можем... То есть, если пока этот ивент идет, здесь фармите мобов на автобое. Это 100%. Также смотрите, сколько я на складе уже накопил. Также я вот овна собрал, знак зодиака. Скоро мамон наш заспаунится. И будет круто. В общем-то, советую вам фармить вот эти вот все ништяки. И также вот эти, по-моему, штуки нужны. Ой, уже мамон. Давайте его пойдем. Так, мамон пиздарвон. Все, пойдем. Побежали, побежали, побежали. Срочно, пока его не убили. Вместо меня. Та вали его. Во, пошло дело. Не боюсь я тебя, мамонища ебаная. Так. Значит, 122. 135ка. Блин, приходится при это. Вот так вот и лучше немножко. Вроде и не того, и не того. Самое удобное. Блин, Диабло 2. Реально какая-то Диабло получается. То есть, довольно-таки удобно выходит. То есть, теперь ничто никуда не налазит. По сути, нужно масштабирование. Измените все. Нашел вот такое вот решение. Ну, не каждый же будет так делать. С другой стороны, то есть, из-за этого может у вас лагать. Поэтому, возможно, стоит наоборот увеличить еще, чтобы вообще, то есть, поменьше текстурок захватывалось в экран. Ну, все зависит еще от чего у вас лагает. То есть, от того, что компьютер какой-то плохой или от чего еще. Чистильщик меча Ада. Смотрите, у меня тайтл появился. Прикольно. Я генерал-майор и чистильщик меча Ада. Это, типа, я больше всех мобов здесь убил или как? Люблю чистить меч Ада. И, кстати, смотрите, я миллион урона, типа, нанес. Я дофига крутой. Ну, в общем, довольно интересная игра, на самом-то деле. То есть, тут тебе и тайтлы выдают симпатичные. Если постараться, то сейчас здесь можно неплохо рожиться. Так вот, что я сказал. Если вы полный фритупейщик, то постарайтесь прыгать с сервера на сервер. То есть, попрактиковаться и так далее. То есть, играть на разных серверах. То есть, начинаешь, и там, когда выходит новый сервер, ты прыгаешь с одного сервера на другой. Почему так? То есть, нужно вам проверить, где больше донатеров. То есть, если у вас удастся закрепиться так, чтобы, короче, не было у вас, например, на сервере мега-донатера какого-то кита. То есть, чтобы был, например, чувак, который у тебя помощи. То есть, он донатит, ты не донатишь. Но ты видишь, что он, короче, дебил. Что он донатит на какую-то херню, которая не дает ему преимущества. Ты его не убивай, не надо его убивать. То есть, пусть он будет, типа, лидером помощи. Но ты попробуй, вот, в пвп, если ты его можешь завалить, то и он, короче, не такой, что кит. То есть, он не такой, что может позволить себе донатить сколько угодно. Но при этом, то есть, вот один такой донатер у вас есть. Или же вообще нет донатера. Ну, вряд ли, конечно, вообще не будет донатера. Обычно есть хотя бы один. Но, в общем-то, прикол заключается в том, что, если вы нашли такой север, то на нем, наверное, стоит остаться. То есть, ты задрот. Донатер тебя не может в пвп побить. А пвп это единственное, где донатеры имеют преимущество. Ну, именно в силе. В основном же донат здесь дает, короче, это. Попонтоваться, во-первых, донат позволяет. Во-вторых, сэкономить время. Благодаря тому, что там можно, опять же, групповые инстанции зачищать в автоматическом режиме и так далее. И подобные вещи. То есть, также донат пвп, попонтоваться и время. Вот три вещи, которые дает донат. Так, 21к, что мало вообще. Ну, да ладно. Я чистильщик меча ада. И меня все видят, да? А ну-ка, если включить. Ой, сейчас будет лагать. Да. О, господи. Нет, пожалуй, я отключу. Короче, включать текстурки, это здесь. Текстурки-то проблемные. Ну и все, собственно. Теперь я пошел чистить меча ада. Мне же, я же чистильщик меча ада. Это моя, собственно, профессия. В общем-то, это мои размышления об игре в течение самой игры. Так что, как бы, если вы, то есть, если вдруг не оказалось донатера, но вы готовы задонатить, можете вот до випа третьего дотянуть, чтобы получить дополнительный данж и там другие ништяки. Не знаю, стоит ли сразу донатить или некоторое время не донатить. То есть, если вы сразу задонатили, то вы, конечно, преимущество получите. Кроме того, меньше вероятности, что вы это... Меньше вероятности, что кто-то еще начнет донатить. То есть, когда нету здесь донатера, то есть соблазн у кого-то стать этим донатером. Стать там лидером, благодаря тому, что задонатил деньги. Если же, типа, нету донатера на вашем сервере, ну, вдруг такое случится, такое, конечно, маловероятно крайне, но вы готовы, в принципе, задонатить, то, возможно, стоит каждый день понемногу донатить, тем более, там есть ивенты, которые работают как раз таки. То есть, каждый день задонатить там немножечко и так далее. То есть, возможно, так стоит. А, возможно, по-другому сделать. То есть, сразу много. Там, по-моему, когда ты покупаешь... Я не знаю, как здесь донат работает. Короче, я же не донатер, собственно. Но вы сами разбирайтесь, то есть, как здесь лучше донатить. Все-таки это не моя профессия. Я вообще, то есть, ни в одной игре никогда не донатил и не собираюсь этого делать. Потому что, собственно, у меня денег нет. Так бы тоже я бы не донатил. Потому что я бы занимался чем-то совершенно другим. Не знаю, там, философией какой-нибудь бы занимался, если бы у меня много денег было. Так что, такие вот дела. Ну, а на этом мы, пожалуй, вообще попрощаемся. То есть, закончу серию. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.